Апрель самый лучший месяц весна не только потому, что прилетают птицы и появляются почки, но и потому, что на экранах появляются наши любимые сериалы. О них сегодня и расскажем. Первый сериал, о котором я хотела тебе рассказать, это конечно же «Траст» замечательного режиссера Дэнни Бойла. Мне кажется, это его дебют в роли сериального режиссера. Автора «Миллионера из Трущоб», автора «Траниспотинга». Вообще замечательный человек. Когда приехал в Москву, он такой маленький, живой. Как он рассказывал, как он купался в Байкале в октябре, знаешь, я поняла, что он просто не может снимать плохое кино в принципе. Ну и собственно сериал «Траст» там и подтверждение. Уже прошло две или три серии и люди прилипли к экрану просто потому, что невероятно интересно. Он рассказывает историю, умеет рассказывать историю и монтировать конечно. У него такой музыкальный монтаж, такой рок-н-ролл всегда получается. Собственно, Пола Гетти, миллионера, который не заплатил за своего внука, историю знают все. Играет Доналд Сазерленд, а еще там играет Брэндон Фрейзер, он играет агента ЦРУ, который работает на него и который, собственно, ищет мальчика. И это дико смешно, когда он появляется во второй серии в Риме в белой шляпе техасской, с такой удавкой вот этой техасской, чуть ли не в казаках. Идет по Риму, на него все, естественно, оглядываются. Нет, напоминает старый советский мультик. Помнишь, Марио идет грабить банк? Весь город знает, что ныщет этого внука-миллионера. Ну, собственно, очень легкой, интересный фильм. И там совсем другие акценты, чем в фильме Ригли Скотта, который недавно прошел. Но в фильме Ригли Скотта вообще нет акцентов, я бы сказала, потому что я вот смотрела этот фильм, там большой режиссер, большие актеры. Большой скандал был связан с заменой Кевина Спейси. С пересъемками, да. И студия потеряла 10 миллионов долларов на этих пересъемках. Но я не поняла вообще, что хотел сказать режиссер о том, что главный герой, этот миллионер, для которого сумма запрашиваемого выкупа была, ну, это его трата могла быть суточная, да, что он большой негодяй. Это не так. Пытались показать глубокую внутреннюю жизнь этого героя, мы не поняли, что за там внутренняя жизнь. А здесь, да. Здесь интересно, потому что здесь как бы три уровня, три поколения семьи Гетти, у всех совершенно разные ценности. И вот ценность старшего Гетти именно в том, чтобы никому ничего не давать. Он на этом построил, собственно, свою империю. У него замкнутый круг, он, например, никогда не платил налоги, потому что у него чуть ли не благотворительная компания была, крупнейшая, которая добывала нефть, там, с 40 какого-то года. Он опять ее пускал в производство, и все, и он уходил от налогов. И то есть вот он настолько мыслил, как бизнесмен, что все человеческое в нем, по-моему, умерло. Но в фильме, в общем-то, об этом тоже говорится. Там речь идет о том, что если я сейчас однажды заплачу выкуп, у меня еще очень много внуков в запасе, и все начнут так же исчезать, да, и не наплатишься так, да, за всех. Но это какая-то очень банальная идея, тебе не кажется? Ну нет, это о том, скорее, что деньги нельзя есть, что у гробов нет карманов, что искусство никого не спасет в итоге. Вот он построил две огромных виллы, которые совершенно бесплатные, кстати, в Калифорнии для посещения. Но когда ты читаешь о том, что, собственно, его внук после похищения остался глухим, слепым и вообще инвалидом на всю жизнь, и что какие-то несчастные 6 тысяч долларов, долгие, которые он мог бы сразу заплатить, и не было бы всех этих 10 серий Дэнни Бойла, о чем вы бы, зрители, наверное, бы пожалели. И если американские миллионеры не верят, собственно, похитителям, то российские танцоры не верят слезам, так сказать, кровавым. Кровавым, да. Кровавым, да. Жертвам кровавого советского режима. Для них это не аргумент. Ну, забавно, что сняли, собственно, про ансамбль «Березка», и все жду, когда снимут про Моисеевский ансамбль. Ну, видимо, будет дата, будет фильм, потому что здесь, в данном случае, сериал датский, исполняется 70 лет ансамбль «Березка», и, в общем, к этой дате решили снять сериал. Дело в том, что к руководителям этого ансамбля обращались несколько раз, потому что, ну, история, конечно, волнующая, вдохновляющая. И они всех отшивали, всех режиссеров, все предложения, все эти сценарии. Почему? Потому что сценаристы, ну, естественно, хотели писать не только о вот этой красивой походке. Но кто с кем спит, и кто кому. Ну, и что происходит за кулисами, да. Вот. И до сих пор отказывали всем. И вот на этот раз канал «Россия» взялся за экранизацию этого, жизни этого ансамбля только лишь потому, что сценарий был написан правильно. Потому что здесь есть и где порассуждать, и показать прекрасное искусство. Здесь очень много танцев. И у создателей этого сериала были специальные хореографы из ансамбля «Березка», которые ставили танцы, да. Вот. Это так примирило людей, которые имеют отношение к ансамблю. Вот. И с другой стороны, конечно, за кулисами тоже показано. Потому что, естественно, этот ансамбль ходил в любимцах у наших партийных деятелей, да. Надежда Надеждина, она была человеком, который решала массу вопросов организационных, связанных с поездками за границей. Она была такая всесильная личность. У нее были покровители из партийных структур. Это тоже очень такая интересная тема. И, естественно, тема отдельных танцовщиц. «Москва слезам не верит» и сказала правильно, потому что там три подружки, три девочки, которые хотят покорить Москву, покорить вот таким образом, стать известными танцовщицами. Вот такая затравка. Хорошие актеры, Порошина, Серебряков. И самое интересное, что актеры говорят о том, что у каждого из них были какие-то параллели, связанные с этим ансамблем. У одного из актеров, вот, например, у Серебрякова, теща всю жизнь работала в ансамбле, да, «Березка», а его жена выросла за кулисами этого ансамбля. У Порошиной папа был солистом «Березки». В общем, как-то так все переплелось, совпало. Заговор. Я надеюсь, что это выстрелит. По крайней мере, это будет интересно. Но стать знаменитой танцовщицей в хороводе все-таки сложно, наверное. Посмотрим, как сериал пойдет. Достаточно, спасибо. Неизвестно, чего можно ожидать от этой провинциалки. Жить есть где? Гена, выдели ей койку. Ну и с женскими страданиями, конечно, не обойтись без рассказа о сериале «Рассказ служанки». Это второй сезон, хотя книга закончилась, но автор книги написала в савторстве с сценаристами следующий сезон. Первый сезон уже получил как лучший драматический сериал «Эмми». Он получил лучший женский роль «Золотой глобус». И вообще прям «О-о-о-о!» И постер красивый какой. Да сам сериал глаз не оторвать. Ты знаешь, он так снят, что просто вот как будто ты гуляешь по какой-нибудь картинной галерее, вспоминая Эвер Мейера, Тициана, там такой полусвет, там все эти капры, эти малые голландцы, там все так эстетично. И при этом вся эта красота наложена на чистую антиутопию. О том, что в будущем способны рожать только незначительный процент женщин, их всех как бы сгоняют в такую секту, одевают в красные плащи, И вот они обязаны по первому зону спать с первым встречным, собственно говоря, да. Это забавно, потому что, например, в Японии после войны очередной издали такой закон, когда женщина обязана была спать с первым встречным. Старик там, я не знаю, подросток. У них такие специальные кимоно здесь были, если ты обратила внимание. Они почему были такие? Это как бы одеяло. Она его раскладывала где угодно, когда видела мужчину. А что делать? Вот из таких историй рождается антиутопия на самом деле. Ну и, конечно, Елизабет, мост здесь прекрасный. Она такая ранимая и в то же время борющаяся. И как бы она всем угодила, мне кажется, и феминистам, и антифеминистам. История потрясающая. Я обожаю антиутопию со времен Замятина. Очень жду. Вы будете любить Господа вашего всем своим сердцем. Или испытаете боль возмездия его. Ибо такова его любовь. Меня зовут Мойра. Я ни за что не остановлюсь. Я пытаюсь спасти вам жизнь. Тебе и нашему ребенку. Однажды она покинула меня. Теперь я должна покинуть ее. На канале Sony Channel стартует сериал под названием Картер. И, в общем-то, я когда его смотрела, нам показали несколько серий всего лишь, да. Я так для себя приметила. Думаю, очень хорошо бы пошел на нашем канале СТС. Такое очень легкое, очень развлекательное действие. Главный герой актер. Ну, это такая пародия, да? Ну, не совсем. Он актер очень известный, очень, в общем-то, популярный. Ну, естественно, словил звезду и с кем-то подрался. И в качестве наказания его вышвыривают из очередного телевизионного шоу. Он думает, что все это шуточки. Сейчас меня позовут назад и так далее. А его не зовут, не зовут. Что делать? Он уезжает на свою там малую родину. Малая родина встречает своих старых друзей. Девушка, которая является полицейским. И юноша, которая торгует там в какой-то там лавке чем-то. Вот. И в этом, на малой родине, начинает происходить самое настоящее преступление. А поскольку он в телевизионном шоу играл полицейского и все время там расследовал какие-то преступления, он решает все эти навыки, полученные в телешоу, теперь воплотить в реальной жизни. Получается? И у него классно получается. То есть полицейская, вот его подруга, она обалдевает. Он так вспоминает какую-то свою роль. Из рукава просто достает определенный прием следователя. И следственное дело продвигается дальше и дальше. Это очень смешно. Ну и, в общем-то, так наблюдать за всем этим довольно увлекательно. И главное вспомнить вовремя нужную реплику. И тогда дело раскроется. Да. Мировая премьера. Мэр Хэмилтон предложил Харли работу детектива-консультанта. Что? Большая звезда в маленьком городке. Такое впечатление, что я смотрю сериал по телевизору. Харли, ты должен осознать, что реальная жизнь не настолько драматична. Сюрприз! Картер! Ну и для всех поклонников сериала «Мир Дикого Запада» хорошая новость. Выходит второй сезон в апреле. И вместо ковбоев, точнее вместе с ковбоями, там появятся японские... Городовые. Нет, японские сегун. Это, так сказать, средневековые самураи. А как сказали создатели, это дань Акири Курасави. Боже мой. Да, да, да. Они вспомнят и об этом, так сказать. С такой претензией интеллектуальной снят этот сериал. А ты думала? Нет, сериал потрясающий, потому что он, опять-таки, антиутопия. Ты знаешь, как я люблю этот жанр. Когда ты можешь поехать в этот парк развлечений, взять любого биоробота и сделать с ним всё, что хочешь. Убить, изнасиловать. Таким образом, человечество лечится от своих тёмных, так сказать, позывов. Да пусть Чехова читают. Нет, Чехов слишком жестокий. Здесь всё-таки это фантазия. И хотя они убили моего любимого Энтони Хопкинса в первой серии, в первом сезоне, я надеюсь, что второй сезон приготовит меньше сюрпризов. Вот и мы, народ, не ведающий смерти. И всё же мы боремся за жизнь. У нас есть красота. Мы проехали 10 миль и видели только кровь. Ты правда этого хочешь? Или мы? Я являюсь фанатом датского сериала «Мост». Да? Да, я посмотрела два сезона, не отрываясь. И не могу понять, зачем надо переснимать российскую версию. Слушай, ну так со многими сериалами было. Это про Керченский мост? Нет. Это очень смешная история. Я ездила на съёмки этого сериала, которые проходили в Питере. И я общалась с чудесными актёрами, с Михаилом Пореченковым и Ингеборгию Дубкунайте. И мост там действительно существует. Этот мост разделяет границу Эстонии и России. И вот на этом мосту находит труп. И поскольку часть тела лежит в сторону Эстонии, а часть тела в сторону России, приезжают следователи с обоих государств. Ингеборга играет Эстонку? Она играет Эстонку. Литовка играет Эстонку. Да, и с этим было связано очень много смешно, потому что в нашей голове прибалты это все как бы одинаковые. Как грузины и армяне все одинаковые, так и... Да, в Восточной Европе вся в Европе. И всем казалось, что подумаешь, зная литовский, она, наверное, знает наверняка эстонский. Нет, нанимали специального учителя, следили за произношением, следили за всеми появляющимися надписями эстонскими. В общем, там очень большая проведена работа такая, знаешь, связанная с художниками-постановщиками, со всеми оружием. Его выписывали специально. Михаил Пореченков отсматривал каждое привезенное оружие, потому что он во всем этом очень разбирается. Я знаю, что в шведско-датской версии героиня не совсем нормальный человек. Адекватная. Да, она аутист. Она антисоциум такой, да, она не может общаться с людьми. Здесь вот Ингиборга рассказывала о том, что она не играла определенный диагноз, она играла просто социопата такого, у которой дома, допустим, все по стопочкам, там, допустим, стопочка одинаковых джинсов, стопочка одинаковых серых маечек. И у него такое узкое мышление, но это мышление позволяет ей концентрироваться предельно и раскрывать... Если я тебе скажу, что героиня датского сериала два сезона ходит в одном и том же пальто горохового цвета, понимаешь? Горохового цвета. Да, да, да. Вообще не снимая его нигде даже в помещении. Да, то есть такой пунктик. Ну, слушай, в том сериале вся магия была построена на том, что они очень разные. То есть она вот такой аутист, а... Он такой рубаха-пай. Да, он со всеми мог договориться на этот общий язык. Именно на этом построен наш сериал. Но этот сюжет будет оригинальный? Дело в том, что нет, он будет адаптирован... Ну, как бы сюжетные линии взяты из, естественно, шведско-датского проекта, но он адаптирован к нашим реалиям, чтобы зритель поверил. Но актеры делали акцент на том, что, в принципе, они сами очень разные по сути люди. Они даже на разных политических платформах, о чем они, да, любят поговорить. И вот они ворвались в этот проект, и как бы у них были очень сильные терки между собой, да, да, да. И потом в процессе съемок они начали друг с другом разговаривать. И они друг с другом начали договариваться, полюбили друг друга. И сейчас они огромные друзья. Они называют друг друга, там, я не знаю, Мишенька. Она... С ее языка просто не сходит. Миша, 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 да. Да, большими друзьями стали. И они говорят о том, что вот этот пример является примером для всех нас. Потому что если мы два человека разных культур, западной и восточной, да, разных политических взглядов, сумели подружиться, договориться, ну и вы все сможете. Ой, ну, Илона, ваши слова бы до бога в уши. История! Борец работает один. Да почему вы так думаете? Я его чувствую. Слушайте, а я чувствую только одно, что мы упускаем реального подозреваемого. Вот что я чувствую. Ну и на аутистов и социопатов стоит, собственно, ответить сериалом «Легион», который рассказывает про мутанта-шизофреника. Я видела одну серию, у меня взбунтовался мой вестибулярный аппарат, и я перестала смотреть этот сериал. Я смотрела его одним глазом, три серии, не понимая ничего. На четвертый у меня какой-то включился третий глаз, и у меня все сложилось. Базл, я подумала, о, это же вот про это, да. Кое-какое. И меня увлекло. Ну, кроме того, я считаю необыкновенно талантливым актером Дэна Стивенса, который была главной роль, он держит этот сериал. Он настолько может действительно шизофрению сыграть, то есть он переключается от какого-то прозрения до полного сумасшествия. В нем внутри. Да, кто-то подсчитывал, там сколько-то, очень много персонажей. Ну, он играет очень здорово, я не знаю сколько именно, там еще плюс другие социопаты вокруг него пляшут. Вообще, в принципе, можно было сказать, что это такая документалочка про психушку, если бы не мутанты и люди Икс, которые там как-то при, при, ко всему этому. Но вообще, знаешь, мир нездоровых людей очень интересно изучать именно через призму такого как бы фэнтези. То есть если тебе обычно просто рассказывать про жизнь психушки, то вообще не будешь смотреть. И тебя вылечит. А когда играет красавица Дэн Стивен, который играл, собственно, чудовище в фильме «Красавица и чудовище», и кроме того, там лихо закрученный сюжет, который начинает развиваться, мне очень интересно, что же нам предложит второй сезон. После того, как ты пропал, мы объединились с третьим отделом в борьбе против общего врага. Короля теней. Мы думаем, что он как-то заражает людей. Когда-нибудь все умрем. Настоящей трагедией будет, если придется жить. Ну и мы могли бы говорить часами о любимых сериалах, потому что они столько идут. Надеемся, те, о которых мы рассказали, вам пригодятся и покажутся полезными, интересными. Ведь сериалы – это такой сейчас широкий тренд, что даже консервативные «Канны» в этом году провели отдельный сериал. Отдельный фестиваль. Розовая ковровая дорожка. Интересно, насколько пойдет именно фестивально-сериальный тренд. Я думаю, пойдет, потому что уже большие режиссеры обращаются к этому жанру. Большие актеры идут в этот жанр сниматься. Мне кажется, у этого направления очень большое будущее. Да. А мы желаем вам порадоваться тем сериалом, которые уже вышли на экраны. И будем ждать новых. Увидимся в мае. Пока. 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 О, Noah, what did he do? He built a floating zoo for camels and mammals and all kinds of animals. That's what Noah done. He rescued to the kind and had his boat designed and had his boat designed for money.